Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет мрачного ужастика 2017 года «Третья волна зомби». Много лет по Европе ходил вирус лабиринт, вызывающий у инфицированных страшный психоз. Со временем 75% заражённых удалось вылечить, однако они помнят всё, что творили во время действия вируса. Правительство Ирландии решает, что делать с 25%, на которых лекарства не действуют. Общество с подозрением относится к выздоровевшим, считая, что они снова могут одичать. Шеннон Браун с ужасом вспоминает себя в форме зомби. Он проверяет глаза и успокаивается. У исцелённых людей в нижней части глаза хорошо видны кровеносные сосуды. Рядом с парнем садится друг Коннор. Оба боятся возвращаться в мир людей. Позже Шеннон говорит офицеру Кантеру, что он был заражён 4 года. Кошмары мучили? Парень молчит. Офицер уверен, что кошмары – это хорошо. Они напоминают исцелённым, какие ужасы те творили, будучи зомби. Эбби, жена брата, должна забрать Шеннона. Ему повезло, так как от многих вылеченных родные отказываются, и их помещают в центр размещения. Парни вместе с другими исцелёнными едут на автобусе в центр размещения через большое скопление военных. По прибытии бывшие зомби проходят через толпу протестующих, которые называют их убийцами. Коннор прощается с Шенноном и просит не говорить ничего Эбби. Общество разделилось во мнениях. Часть считает, что нужно дать вылеченным шанс, другие уверены, что они всё ещё представляют опасность для людей. Правительство склоняется к уничтожению 25% зомби, которых так и не удалось вылечить. Эбби – репортер на телевидении. Она живёт вместе с сыном Киллианом. Её муж Люк погиб во время вспышки вируса. Шеннон приезжает домой к девушке. Он готов уйти, но Эбби отвечает, что Люк хотел бы видеть парня дома. Девушка спрашивает, как погиб Люк, но Шеннон не хочет об этом говорить. Ночью парень не может уснуть из-за нахлынувших воспоминаний. Шеннон вместе с братом Люком были дома, когда раздался вой сирен, означающих нашествие зомби. Шеннон просил брата уйти, но тот боялся за супругу Эбби и сына Киллиана, которых не было дома. Люк ударил заражённого, но тот уже успел укусить Шеннона. Зомби погнался за Люком. На следующий день Конор приходит к отцу и просит дать ему должность в зале суда, так как за работу уборщиком платят гроши. Однако мужчина накидывается на сына, кричит, что он убийца и уходит. Шеннон на велосипеде едет в центр исследований. По дороге военный проверяет его глаза и позволяет пройти. Задача парня внутри – помогать доктору Джоан Лайонс, заражённой, которая невосприимчива к лекарству. Заражённая по имени Джо привязана к кровати. Она начинает злобно рычать и дёргаться, как только видит доктора. Однако она не реагирует на парня, так как в его крови навсегда остался след вируса. Вскоре Шеннон приходит в центр к Конору. Когда Браун говорит, что зомби не трогают исцелённых, Конор отвечает, что зомби для них безопаснее людей, которые постоянно нападают на вылеченных. Входит офицер Кантор и говорит Конору, что он пропустил работу. Военные отвечают, что здесь парень будет жить по их законам. Когда Кантор добавляет, что исцелённый больше не нужен своей семье, парень нападает на него, но сразу получает отпор. Военные не дают вмешаться Шеннону. Офицер уходит, а Конор корчится на полу от боли. Конор идёт в город, чтобы встретиться с Эбби. Девушка хорошо относится к вылеченным и соглашается поговорить. Парень рассказывает, что, будучи зомби, ты борешься с собой, пока не поддаёшься безумной жажде крови. В центре исследований Шеннон замечает, как двое военных покидают пост и бегут в здание, где держат невосприимчивых к лекарству. Шеннон видит, как солдаты в камере издеваются над зомби. Парень нападает на военных, но один из них прижимает Шеннона к стене. Зомби освобождается и бежит за вторым солдатом. Тогда первый убивает заражённого точным выстрелом. Исцелённые слушают новости в центре размещения. Доктор Лайонс говорит, что она вскоре найдёт лекарства для невосприимчивых. Ведущее шоу отвечает, что уничтожение пяти тысяч невосприимчивых – это акт милосердия. Конор уверен, что это ужасно. Вслед за зомби люди потребуют ликвидировать исцелённых. Он ведёт товарища в подвал, где исцелённые готовят бомбы, чтобы выразить свой протест против жестокости правительства. Конор даёт Шеннону зажигательную смесь и говорит, что они будут бросать бутылки в пустые дома. Так исцелённые пытаются остановить беспредел правительства. Однако утром из новостей парень узнаёт, что в результате нападения один человек погиб и несколько были ранены. Шеннон решает, что ему по пути с союзом исцелённых и Конором. Он с ужасом вспоминает, как Люк после укуса пытался с ним поговорить, а Конор с кровавыми губами стоял за его спиной. Жажда крови пересилила, и парень бросился на брата. В центре исследований Шеннон видит фото доктора Лайонс и Джо. Они вместе нашли лекарства от вируса, пока женщина не заразилась. Страшно то, что больные помнят все свои зверства. Шеннон отрицает это и добавляет, что часто уходит из дома, чтобы не мешать хозяевам. С началом эпидемии Эбби с Киллианом уехала из города. Через два года, когда учёные нашли лекарства, она вернулась и нашла в доме разложившееся тело мужа. Девушка говорит Шеннону, что он – член семьи. Вечером в гости приходит Конор. Эбби сочувствует тем, кому приходится жить в центре размещения. Гость рассказывает, что вылеченных начали арестовывать после взрывов. Конор спрашивает, смогла бы девушка простить убийцу своего мужа. Когда Эбби выходит, Конор говорит, что жертвы, как при взрывах, будут всегда. Шеннон отвечает, что он больше в этом не участвует. Он не хочет подвергать опасности свою семью. Пока Шеннон отвозит Киллиана в школу, к Эбби приходит Кантор. Офицер уверен, что исцелённые всё ещё монстры, которые в любой момент могут начать убивать. Перед уходом он отдаёт девушке конверт с секретными документами. Внутри она находит фото инфицированных Шеннона и Конора. Эбби берёт камеру и идёт в центр размещения. Внутри она тайно снимает мрачные будни бывших зомби. Конор призывает других исцелённых поднять мятеж против угнетателей. На Эбби налетает агрессивная женщина, но Конор останавливает её. Парень отрицает это, но добавляет, что им приходится бороться против жестокости людей. Эбби кричит, чтобы они оставили их семью в покое и выбегает в коридор с камерой в сумке. Вылеченная преследует девушку, но она успевает ускользнуть по пожарной лестнице. Доктор Лайонс видит, что военные уничтожили самых агрессивных зомби. Джо выглядит сегодня очень спокойной. Доктор пытается поговорить с бывшей коллегой, но зомби набрасывается на неё. Солдаты, услышав крики, оттаскивают заражённую и забирают с собой, чтобы убить. Ночью в дом Эбби вламывается неизвестной сбитой, избивает Шеннона и называет его исцелённая тварь. Парень понимает, что, находясь рядом с близкими, он ставит их под удар и приходит к Конору. Эбби замечает, что кассета из камеры пропала. Она уверена, что нападение подстроил Конор. Девушка звонит офицеру-кантуру и просит его помочь. Конор приводит Шеннона в центр, где среди вылеченных он видит доктора Лайонс. Она пришла сюда, чтобы спасти Джо. Конор говорит, что если у них в руках будет невосприимчивый, то власти к ним, наконец, прислушаются. Неожиданно забегают военные и хватают всех подряд. Конор с несколькими исцелёнными убегает, а Шеннон позволяет себя схватить. Но он отказывается говорить офицеру о планах товарища. Конор приходит к Эбби и рассказывает правду о смерти её мужа. Когда Шеннон возвращается домой, заплаканная Эбби требует всё ей рассказать. Парень понимает, что девушка узнала правду и признаётся, что он съел её мужа. Вали отсюда! Вечером Конор говорит Шеннону, что все люди реагируют так, как Эбби, когда узнают, что творили заражённые. Неожиданно появляется Кантор и приказывает обоим встать на колени. Конор хватает битую бутылку и убивает ей офицера. Конор понимает, что Шеннон предал и его, и направляет пистолет на товарища. Браун осознаёт, что Конор планирует что-то страшное, но тот кричит, что он уже всё сделал, и убегает, услышав полицейские сирены. На следующий день Шеннон идёт в центр размещения. В это время исцелённые расправляются с охраной и открывают все камеры зомби. Доктор Лайонс в шоке. Она собиралась освободить только Джо. Шеннон идёт по коридору кишащему заражёнными. Исцелённые помогают зомби вырваться на свободу. Доктор Лайонс видит по камерам, что только Джо осталась на своём месте. Джоанн целует женщину, и на неё сразу же нападает заражённый. Эбби из дома видит заражённого, хватает топор и зарубает зомби. Военные хотят эвакуировать женщину, но она кричит, что сначала должна забрать сына из школы. Эбби видит подбегающего Шеннона и умоляет его найти Киллиана. Около школы творится настоящее безумие. Парень хватает племянника, однако Конор следует за ними. Кроме того, за ними в погоню бросаются заражённые. Шеннон хватает одного, а двое других бегут за мальчиком. Подходит Конор и бьёт товарища трубой. Он избивает Шеннона, крича, что тот его предал. Солдат стреляет в Конора, и он падает на аспальт. А Браун бросается за племянником. Мальчик прячется под машиной. Парень расправляется трубой с зомби и забирает Киллиана. Эбби сбегает из безопасной зоны и спешит домой, по пути забрав пистолет у погибшего военного. Девушка обнимает сына, вернувшегося с Шенноном. Парень убивает зомби, но уже поздно. Заражённый успел укусить мальчика. Эбби поднимает пистолет, тогда Шеннон забирает племянника и обещает спасти его, так как доктор Лайонс нашла лекарство. Как вам фильм Третья волна зомби? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!